Что делать, если ребенок подавился – руководство к действию. В процессе воспитания детей, родителям важно запастись багажом знаний по самым разнообразным темам. Например, что делать, если ребенок подавился пищей или напитками. В каких случаях нужно принять срочные меры, а где – обойтись выжидательной тактикой. Признаки закупорки дыхательных путей. Известные эффективные техники по оказанию немедленной помощи пострадавшему. Что значит подавился. Дыхательная система маленького ребенка несовершенна по объективным причинам. При неприятном стечении обстоятельств и несоблюдении родителями техники безопасности, малыш может подавиться едой, напитками или мелкими предметами. Это значит, что еда или жидкость пошли не в пищевод, а в дыхательные пути. Как любящий и заботливый родитель, вы должны знать основные признаки того, что кроха поперхнулся и владеть навыками оказания помощи. Прежде чем разобраться, что делать, если грудной ребенок подавился, необходимо научиться диагностировать симптоматику. В таких случаях может быть два варианта развития событий – легкий и тяжелый. Признаки легкой стадии. Плач, рефлекторный кашель, рвота, ребенок в сознании, дыхание не остановлено. Признаки тяжелой стадии – рот малыша открыт, а звуков нет, держится за горло, в широко раскрытых глазах испуг, увеличение. Слюноотделение, посинение кожных покровов, дыхание затруднено, потеря сознания. Запомните, если ваш ребенок плачет, это значит его дыхание свободно. Кашель в таком случае способствует самоочищению, который может быть вплоть до рвоты. Организм включает свои механизмы помощи в критической ситуации. Оба случая потребуют от вас в первую очередь спокойствия. Да, трудно, особенно маме. Но именно самообладание поможет адекватно оценить ситуацию и осуществить необходимые действия по предотвращению ухудшения положения. А, возможно, и спасти жизнь своему ребенку. Как правило, при легком варианте вам нужно принять позицию наблюдателя и подождать, пока ребенок кашлем или рвотой очистит пути для воздуха. Он очень напуган, ласково успокойте его. Через некоторое время дыхание восстановится. Важно! Ни в коем случае нельзя бесконтрольно хлопать пострадавшего по спине, это может только усугубить ситуацию. Но что делать, если ребенок подавился и задыхается? Все очень просто. Ваши действия следующие – вызовите скорую, окажите первую помощь малышу. Внимание! Если ребенок поперхнулся каким-либо инородным предметом, не пытайтесь достать его самостоятельно, это только усугубит ситуацию. Разумеется, овладеть знаниями по оказанию реанимационных мероприятий нужно заблаговременно. О чем мы и поговорим дальше. Страх мамы – что ребенок подавится. Во-первых, страхи людей всегда имеют под собой реальную почву. Если вы чего-то боитесь, значит, были в жизни подобные ситуации, может в детстве или вы были свидетелем страшного случая и это глубоко засело в душе. Предоставить квалифицированную помощь способен психолог. Во-вторых, неизвестность всегда пугает, особенно когда уровень тревожности высок. Вы волнуетесь за своих детей и это естественно плохо, если переживания приобретают крайнюю форму, знайте. Если вы боитесь, что ребенок подавится, значит, у вас отсутствует знание о том, как помочь крохе в подобном случае. На психологическом уровне выглядит так, вы понимаете, что малыш может поперхнуться и знаете, что делать в такой ситуации. Соответственно страх значительно снижается. И наоборот. В-третьих, каковы ваши мысли, таковы и дела. Вы строите свою реальность сначала в голове, а потом она воплощается в жизнь. Это давно доказанный факт. Соблюдение профилактических мероприятий и техники безопасности в период кормления. Постепенное научение ребенка правильному обращению с едой и напитками. Ваш личный позитивный настрой помогут избежать большинство трагических обстоятельств. Что делать, если ребенок подавился грудным молоком? Период грудного вскармливания – ответственный момент в вашей жизни. Младенец сможет подавиться в случае неправильного прикладывания, сильного притока молока, длинных перерывов между кормлениями. Если вы редко кормите малыша, он, слишком проголодавшись, будет торопиться и не успевать проглатывать еду. А увеличение количества молока только усугубляет процесс. Поэтому, нужно чаще прикладывать ребенка к груди и делать это правильно. Чтобы вы могли полностью разобраться с этим вопросом, смотрите видеокурс «Секреты грудного вскармливания» и GT, и GT, и GT, даже если. Ваши действия правильны, от непредвиденных ситуаций не застрахован никто. Все-таки, что делать, если ребенок подавился грудным молоком? Порядок ваших действий следующий – кладем младенца себе на вытянутую руку лицом в ладонь, попка должна быть выше уровня головы. Нижней частью внутренней стороны ладошки делаем пять толчковых осторожных ударов в область между лопатками по направлению сверху. Вниз – переворачиваем малыша на спину, попа по-прежнему выше головы, и пять раз надавливаем на область водребрами, как бы выталкивая. Жидкость из дыхательных путей – делаем попеременно эти две манипуляции, пока ребенок свободно не задышит. В тяжелом случае – задыхается, потеря сознания, следует прежде всего вызвать специалистов скорой помощи и до приезда врачей продолжать реанимационную технику. Если же все-таки паника овладела вами, и невозможно провести нужные действия, то вызывая доктора, оставайтесь на линии и следуйте. Голосовым инструкциям медика. Знайте, грудные дети могут поперхнуться водой или соками, так же если давать пищу не по возрасту и в ненадлежащей обработке. Ребенка, которому начали вводить прикорм, обязательно научите правилам поведения за столом. Следите, чтобы во время еды он не смеялся, не разговаривал, не смотрел мультики. Читайте статью по теме, как правильно кормить ребенка. ИДЖИТИ, 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 техника первой помощи по Хеймлиху. Генри Хеймлих разработал методику первой помощи пострадавшим от попадания инородного фрагмента в дыхательные пути. Признанная во всем мире, как самая эффективная техника, которая спасла жизни множеству людей. Алгоритм действий зависит от степени тяжести состояния больного, в сознании, без сознания. Когда пострадавший находится в чувствах, в вертикальном положении, обхватите его сзади, при этом правая рука сжата в кулак, левая кладется сверху. Сгибая их в локтях, делайте толчковые движения в область между ребрами и пупком до освобождения дыхания. Помощь такого вида можно оказывать детям после года. Когда больной потерял сознание, уложите его на спину, сядьте сверху в районе бедер, руки располагают так же, как в первом случае. Голова должна лежать прямо. И надавливайте быстрыми толчками по направлению вверх к диафрагме, пока не восстановится дыхание. В особо тяжелых случаях после безрезультатности вышеперечисленных действий, делают массаж сердце и искусственное дыхание. Итак, мы выяснили, что делать, если ребенок подавился едой или грудным молоком. Главное, соблюдать правильную очередность действий. Помните, что паника в такой обстановке – не лучшая советчица, когда дорога каждая секунда. И надежный способ защиты малыша – это разумные профилактические мероприятия. Как научить ребенка кушать самостоятельно. Как правильно гулять с ребенком. Субтитры создавал DimaTorzok